Уважаемые подписчики, зрители канала, сегодня я встретился с сынишкой, с сынишкой, с двухметровым, блин, нашего Валерки, рабок, который, Валерий Павлович, вот, с Евгением мы встретились, посидели в кафе, он дал замечательное интервью, которое предлагаем на ваш суд, смотрите, слушайте, на которые вопросы он отвечал, и ставьте лайкосики, пишите комментарии, задавайте вопросы, мы теперь будем встречаться. Позитивный молодой человек, как мне показалось, немножко у нас с ним разные возраста, немножко, почти в половину, но, все же, нам было легко и удобно общаться. Вот, и, ребятки, нас уже 7200 человек, я думаю, пора нам включить кнопочку волшебную, которая называется спонсорство. Она находится под видосиком. Кто имеет возможность, нажимайте, становитесь спонсором нашего канала, и все у нас будет замечательно. Приятного просмотра, смотрим видео. Преимущества спонсоров, они могут смотреть видео до премьеры, могут смотреть видео полностью. Все серии. А также, первыми могут получать призы, подарки и атрибутику канала. Как получить доступ к специальным возможностям для спонсоров? Нажимаете кнопочку, и вам компьютер укажет путь. Уважаемые подписчики, кто не изъявит желанием становиться спонсором, или у кого нет такой возможности, для вас ничего не изменится. Вы также будете просматривать видео, общаться в комментариях, ставить лайки. Я всегда читаю ваши комментарии, как вы уже заметили. Отвечаю на все ваши вопросы. Так что будем общаться и дружить. Канал продвигается. Спасибо вам огромное за подписки. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда ваш Александр Маэстро. Уважаемые зрители канала, доброго времени суток. Сегодня, как я и обещал, мы встречаемся с сыном нашего Валеры, Рабко, Евгением. Сейчас мы с ним познакомимся. Женька, привет. Здравствуйте. Мы с тобой уже пообщались за кадром. Давайте что-нибудь про папу больше поговорим. Вот смотри, а как ты видишь, как ему можно помочь в данной ситуации? Ну, во-первых, надо с ним хорошо мне побеседовать, потому что он некоторых людей может не слушать. Но, чтобы его на путь истины поставить, нужно сделать некоторые вещи. Прекратить ему бухать, я в прямом смысле это скажу. И общаться с некоторыми людьми, которыми она общается. Вот так. А как ты думаешь, допустим, мы помогли ему в некоторых вещах, сделали документы, устроили хотя бы на какую-то работу, она не совсем, может быть, денежная и прибыльная, но все же устроили. Он был в тепле, как говорится, там, сытый, одетый. А как ты думаешь, почему он ушел оттуда? Вот он ушел, на самом деле, оттуда. Ну, потому что, наверное, он, блин, матом не хочу орать, просто дурак. Лучше бы остался бы там, потому что, ну, наверное, ему не понравилось, потому что ему хочется, наверное, свободы, я не знаю. Ну, дурак, у меня больше нет ответов, дурак. Я бы матом сказал, конечно, но матом не хочу. Я понял. Ну, кстати, ты очень похож на папу. Я знаю. И он тоже матом такой не любит ругаться. Матом, ну, вообще матом нельзя орать. Я понял. Женя, а вот скажи, пожалуйста, мы с тобой общались по телефону, ты говоришь, что готов встретиться и хочешь встретиться с ним. Очень хочу. Ну, то есть, есть желание, да, такое? Я хочу с ним поговорить. Смотря, как ты вообще загружен, в какое бы ты время хотел увидеться в ближайшие дни? Завтра. Завтра. Потому что я завтра вечером уже уезжаю. Это в Тульскую лозу, да? Да. А так, приехать в любой район, мне вообще, на Савуфу даже, ну, на Савиаловскую, вообще, нефиг делать. А здесь ты работаешь, да, пока? Я не здесь работаю, я работаю в Тульской области, я работаю автослесарем. Ну, и, ну, все в Тульской области. Это та русская, кому будет интересно, может, знает. Я продолжение, а если я, ну, не если, тут уже, наверное, другое, я, наверное, его сделаю все возможное, чтобы его найти завтра. Вот. И вот твое мнение, нам лучше приехать сюда, или ты подъедешь? Лучше сюда подъехать. Сюда подъехать. Мой друг тоже хочет с ним встретиться. А он знает его, да? Конечно. Саша Волочков, конечно, он знает. Вырежешь. Конечно, он знает. Потому что он его так же растил, как и меня, пока он не начал вот этой ахинеей заниматься. Он так же его растил, как и меня. Мы вместе жили. Я понял. Женя, скажи, пожалуйста, вот у нас произошел на канале, на моем, такой конфликт небольшой. Мне, то есть, перевели деньги на день рождения для Валеры, для папы, для твоего. На его днюху. 9 апреля, по-моему, у него. Ну, ну. Вот. И я их не отдал ему, потому что он напился пьяный. Ну, и правильно сделал. Да. И вот эти деньги, они остались сейчас у меня. Подписчики. Он правильно сделал. Остались у него, и хорошо. Пусть он еще на меня потратил. Да. Это, знаете. Это не вырезали. Знаешь, какой момент просто есть? Это правильно. Ну, да. Ты как бы повзрослее, я думаю, заработаешь там какие-то денежки на себя. А мы хотим, вот твое мнение, вот эти деньги, они целы, они принадлежат кому-то из детей Валеры. Папа твоего. Ты можешь отправить ульяшки, если хочешь. У тебя контакты есть, да? Да. Я понял. А она с мамой же? Нет? Она, моя мама лишена розыск. Так же, как и папа мой. Они вдвоем. А скажи, пожалуйста, если мы переведем эти деньги, ну, просто я не поеду, не всегда у меня есть возможность съездить в Выкшу. Они Выкши, кстати, же нет? Моя сестра нет? Нет. Моя сестра в Троицке живет. В Троицке? Моя сестра в Троицке, Пашка на Икша. Ну, Пашка это не родной брат, а Ульяшка, это родная сестра, это моего папа и мамы, чисто родная. Окей, можно? И еще квартиру скоро поддавать. Сдавай еще вопрос, и я отвечу на все. Какие любопытные. Ну, я вот хотел задать, ты считаешь, что лучше помочь Ульяне, да, этими деньгами? Да. Все, я понял. Мнение просто очень много споров было. На самом деле, я не знаю. Ульяшке и так в азоре живет. Кому помочь я даже не знаю. Вообще, знаешь, что проще сделать? Загодировать папу на... Знаешь, мы предлагали. На самом деле, смех как такой. А что думаешь предлагать? Давай я с ним встречусь, я Ульяшкерпан возьму и торпеду ему нафиг. Ну, этих денег, конечно, ничего, я там запикаю. Если это, понимаешь, с ним надо разговаривать. Может быть, нас он там не слушает. Завтра, если провезешь его, я с ним... Так вот, ты только не лезь. Я с ним буду так разговаривать. Нет, без рукоприкладства. Нет, я... Если мой друг будет... Нет, за друга не выручаюсь. Потому что мой друг может. Потому что он поступает сейчас некрасиво. Он мог сейчас встать на ноги. Ему это легко отдаётся. Он даже контракт... Сколько ему? Он ещё не настолько взрослый мужчина. Он мог, блин, устояться на работу, снять хату. Тем более паспорт вы сделали, спасибо вам за это. Томог хату снять, работать, хату снимать. Чем он мешает? Вот я сам не понимаю этого. Жень, я думаю, что этот разговор, он тебя и отца, я имею в виду запрошнее, я думаю, он повлияет на его дальнейшую жизнь. Ты тоже там найди какие-то рычаги управления. Потому что, ну, на самом деле, жалко. Жалко человека. Да, он один раз там скатился до такой, до серьёзной степени уже там, до инвалидной коляски. Да, доходило. Вот, вроде помогли. И вот сейчас он себя более-менее нормально чувствует. Продолжен где-то недельки три он в таком диком штопоре. Вот, ну, ещё есть возможность. И знаешь, и люди, подписчики, очень многие помогают, готовы помочь. Там вот эти вот сослуживец. Я готов ему помочь. Но если он будет сам на... Не, он не на следующий уйдёт, потому что я его любимый первенец. Если он узнает то, что меня кто-то... Особенно пауза. Женя, а ты, ну, давно вообще виделся с папой в последний раз? Честно. В последний раз я с другом на Савьёвовске приезжал, это год назад был. Год. Да, когда он мне подых дал, когда... Вот, когда у меня... Я сказал ему, что у меня сын родился, и то, что я женат был. Он мне подых дал, и Саша, моему другу говорит, отвернись, мне подых даёт. Да, я добрый. Не спорю, я очень добрый. Ну, папа есть папа. Ну, я ему тогда сказал момент, он сказал ещё раз, я ему говорю ещё раз, и я уже за себя не вручаюсь. Не, ну, вообще-то поразительно. Ты похож на него, там, на палатки, движения, соответственно, рост, внешность. Здорово. Это да. Ну, зато я таким никогда не стану, как он. Да, лучше такого не повторять в пути. Что, похожа, я не спорю. Да, это правда. Женя, а... Не, мама иногда, вот сейчас поржёт с моей мамой, иногда, когда сзади меня идёт, она говорит, я тебе прям пендели хочу дать, что батя напоминает, похватка. Это не варезай. Я понял. Женя, а временной период завтра для встречи? А, любой. Какой хочешь. Я понял. Вообще, прям с 6 утра и до 12 ночи вообще любой. Ну, я буду стараться, я найду его. Это важно. Поверь, если папа узнает, что я хочу, не садиться, он будет сам рад этому. Поверь. Мой папа всегда любитель. Я понял. Я он медленец. Может быть, мы найдём общие рассидения. Ты, как сын, как старший ребёнок, я, как его товарищ, там, ну, под придём всех, чтобы... Ну, уже полтинник. Я, самое главное, хочу, чтобы не общался с Савёловского с этими. Там есть некоторые люди. Киргиз такой, как его там зовут? Вот у меня так бесят, блин. Я на Савуху ездил с Сашей, мы его хотели найти. Он, моего папу, который ударил, блин. Если я его вижу, блин, он о жизни пожалеет, потому что он вообще родился на свет. Нафиг он его бил. Сейчас там всё новое, там очень много его уже, нету людей. Там очень много... Я знаю, один какой-то умер, я что-то смотрел, блин, видос. Да, я смотрел. Вот этот киргиз меня бесит. Нафиг он его бил. Бил. Зачем вообще людей бить? Ладно, я понимаю, да, я фанат. Я хулиган фанатский. Мы дрались, я за Спартак дрался. А другое дело, просто по улице идёшь и дерёшься. Это уже другое. Зачем? Вот мой друг, вот история, скажу, мой друг. Недавно это было. Две с половиной недели назад. Зашёл магазин. Зашёл магазин. Ну, купить пивасик. Не буду этого сказать. Да, мужчина, короче, приставал к девочке. Кто-то 21 год, ему, блин, 51, что ли, было. Или 52. Ну, представьте, Сашка подошёл, мой друг, говорит. Типа, это моя девушка, он говорит, ой, извини. Он именно приставал, за жопу начал лапать её. Вот зачем это вообще, в жизни так поступать? Ну, неадекватных людей хватает, полно. Лучше, лучше быть добрым, хорошим. Вот как я, я добрый, хороший. Женя, скажи, пожалуйста, вот где вы сейчас, а вы там на постоянное место жительства уехали, да? В Тульскую область. Нет, это моего отчима, ну, получается, он отчима. Это мои мамы, новый мужчина, ну, сколько они уже давно. Нет, нам сейчас квартиру дают в Москве, сейчас вот это сносит дом. И нам много квартир дают, нет, мы там, а там свежий воздух, а рядом лес. Просто я хотел задать вопрос по поводу... Нет, не на постоянное. Просто там живём, ну, свежий воздух. По-моему, он помещает. Нет, я по другому поводу хотел вопрос задать. Просто папа однажды обмолвился, что я, наверное, тоже поеду к сыну в Тульскую область. Что там есть, какая-то перспектива есть, там поработать, что-нибудь такое найти. У меня. А, то есть, есть у вас варианты? У меня, да. А, я могу ему дать работу у своего знакомого. Он сам выберет сферу, да, если у меня есть одна... У меня есть друг Саша Гришин, он бизнес держит. Там требуется четыре вакансии, мойщик, ну, автомобили, ну, какашки убирать за скотом. Ну, там много вакансий, блин, ну, а две остальные я не могу объяснить, они тяжело объяснить. Я понял. Да, может, если он захочет. Есть вариант. Конечно. Если у неё паспорт здесь, я могу с Гришином поговорить. Ну, Саш, пусть, блин, ну, там он не сможет просто уехать, потому что это находится не в Москве, не в Московской области. Его заберут на машине, и он поедет далеко. В том-то и дело, потому что, да, чтобы он не возвращался на эту Сареловскую область. Он не сможет вернуться. Да, я могу поговорить, а то как мне фиг делать. Да, есть у меня такие связи, но захочет ли он? Ну, может быть, да, вдруг он, если захочет, то с нашей стороны, там, как бы, я поддержу, в плане, там, на дорогу туда-сюда. А дорога не... Нет, деньги не нужны на дорогу, нет. Его на машине заберут, дело не в этом. Там его кормить будут и не три раза в день, там чуть ли не шесть. У него будет каждый день, это, ну, денежка, ну, знаешь, это, ну, сделала, там, типа, чаевые. У нас, вон, по кушкам, купил все, все будет. Потому что Гришин, он его скажет, иди, ваша, сходи, да, с тобой, там, тысячу. Сходи, ваша, купи нам, там, ну, там, то-то-то-то, они, это, сто накроют и все. Вот так вот. Потому что я Гришина знаю, Сашу, он мне предлагает работу, я хочу пойти этим администратором у него, ну, финансово считать. Еще я паспорт оставлю сам, ее потерял, и все. Я к нему пойду, администратор, если папа захочет, он будет со мной работать. Только самое главное, чтобы он там, если он начнет, Гришин не выдержит. Нет, у нас иногда вот с Гришиной у нас бывает такое, да, мы можем купить пузыречек, налить там, выпить, лечь спать и дальше работать. Нет, папа может, папа может не пить, понимаешь, я вот его знаю, с октября, там, месяца три, наверное, не пил, потом там пару раз выпил, опять не пил. Вот, но что, ну, иногда вот он входит в такой ступор, что мама не горит, на самом деле. Да, еще мы губу разбили, блин, а ведь капуха, блин. Ну да. Да я папе много чего от Игрека приезжал, много чего предлагал, отказывается все время, не знаю почему. Я сам, я сам, да, я сам, говорите, я сам. Зачем только? Да, я, я не самый лучший сын, по секрету скажу, я у меня стих косяков, у меня судимость была, но меня это подставили, блин, очень конкретно. Почему я сейчас на свободе? Всем не безгрессивны. Смотри, иду к Юрику, вижу ключ в дверях топчет, вытащил, там Марина живая, да я знаю, положил, короче, ключ, закрыл дверь, думаю, что за фигня. Юрик не открыл. С утра меня будет, короче, опираем в спину, ногой. Меня обвинили, то что я украл двадцать тысяч рублей. Хорошо. Ну, мне в наручники одели, все хорошо. Потом экспертиза, там, отпечатки снимали. Мне сняли наручники и сказали, иди домой. В итоге, короче, выяснилось то, что не я это все делал. Вот так вот, вот так наши мусора и работают. Все хорошо, что хорошо кончают. Да. А знаешь, как меня вели? Взяли наручники, грудки. Знаешь, как жестко было? А в итоге меня просто отпустили, и все. Лусовку на два года дали, это для галочки. Каждый понедельник ездить. Представляешь, я живу на Кожуховской, а мне надо ездить на этот, Лефортовской, где? Петровской? Ну, не суть. Лефортовской, не здесь. Мне ездить надо было в этот. Ну, не суть. Надо было, короче, ездить. Оказывается, понедельник ездил, 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 ездил. Один раз, короче, под шофе приехал. Ну, я две банки охоты крепкой купил, выпил. Специально, прямо. Я пьяный сижу, когда теперь мне... Они говорят, больше ко мне пьяный не приезжай. Женя, а ты не знаешь, не в курсе, почему папа же может поехать, выкшу, там у него есть какое-то жилье? И его бабушка высадила из квартиры. Не знаю, почему, честно. Я в этом... Я не знаю, я с бабушкой давно не общался. Я позвоню ей как-нибудь, ну, да, и его выписали. Я знаю, что он в психушке лежал. Его бабушка, ну, его мама лично отправила. Только зачем, не знаю. И выписала. Зачем, не знаю. Не знаю, чтобы моя мать, вот моя мать, чтобы меня выписала из квартиры. Не знаю, у нее мать звая очень. Вера Николаевна ее зовут. То есть она такая, с характером женщина. Да. Я понял. А как ты думаешь, вот, вот, эту бабушку, больше знаешь, как ты думаешь, вот, если бы он нормально себя вел, не пил, там, устроил сход на работу, она бы приняла его домой? Честно, не знаю. Честно, не могу сказать, не знаю. Ну, не знаю, наверное, это скорее нет, да? Наверное, знаешь, бабушка не знаю, а у тетя Света, его сестра родная, наверное, его приняла бы. Потому что тетя Света, его сестра его очень любит. У него Таня и Света родные сестры. Они бы его приняли, а вот... Они обе выписывают, да? Да, они все вместе живут. У него же племянники. Ага, мой брат двоюродный, который должен ко мне приехать в Тульсковость скоро. На машине. Ну, так у вас в семье-то большая, смотри, в кукурузке. Вообще, да, по сути. Я сам не со всеми общаюсь, мне это ни к чему. Я общаюсь только с теми людьми, которые, вот, знаешь, душа, которая лежит. Ну, я думаю, ты знаешь, что это такое. Я понимаю тебя, да. Ну, с кем я общаюсь сейчас в своей семье? С моей сестрой. С братом двоюродным. С моей двоюродной сестрой с Катей не общаюсь. Папа, кстати, ее хорошо знает. Он ее тоже воспитывал. Если я не общаюсь, у нее муж. Наверное, уже ребенка есть, не общаюсь с ней. Женя, а вот такой, смотри, вопрос. А вот в Икше у папы много друзей таких, которые его могут в блуд загнать? Честно? С кем он там может набухаться? Нет? У нее там друзей больше не осталось. Все умерли. Ну, то есть... Ну, друзья. В твоем понятии четко друзья. Друзья, которые... Ну, где там какие-то одноклассники, да. У нее другу хорошее один был. Давай так, допустим, хорошие товарищи. А, товарищи? Да. Только два, наверное, осталось все. А так друг у нее один был. Я знаю, Валера, вот, уже звали, он умер от наркотиков. Я еще маленький был. Офигенный мужик был, блин. А папа не знаешь, что он никогда не употреблял наркотиков? Он вообще против этого. Он, если узнает, если он... Вот, например, если я даже париком скажу, что я употребляю, он меня сразу убьет. Он против этого. Я понял. Слушай, ну что, на позитивной такой нотке закончим наше интервью. Скажи, пожалуйста, ну, то есть ты, в общем, видишь, как бы, позитивную встречу с отцом? Или все-таки хочется, как бы, зажать его руку посильнее? Хочется зажать руку посильнее, хочется с ним поговорить так, чтобы он понял, наконец-то, что нужно уже ему... Он уже не маленький мальчик. Да, 50 лет. Уже возраст такой, надо уже на ноги встать и уже не надо фиговничать. Нужно уже все делать нормально. Снять квартиру, ему паспорт вы сделали. Спасибо подписчикам и вам. Надо, у него паспорт есть. Все, хату снял, работает, все. Что еще больше надо? Все? Все, хорошо, будем надеяться, что я найду его завтра. И мы приедем сюда. Так, блин, значит, я думаю, на метро он постесняется ехать, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Мы приедем на машину. Поедет. Приедем на машину. Зачем на машину? Пусть на метро едет. Чтобы ему комфортнее было. А зачем ему скажи, скажи, что я сказал, чтобы на метро ехал? Да, я понял. Ты именно скажи, что я сказал. Поверь, моих слов он никогда не оспорит. Я понял. Женя, а вот такой вопрос. Вот у тебя ребенок родился, вы общаетесь? Сегодня, да, общался я. Не, вообще я развелся с женой. Я не лишен родительских прав, но у нас там разногласия с женой произошли. Вообще, я его не видел на протяжении вот с рождения. Вот сегодня начали общаться специально, потому что я соскучился очень сильно. Но она сказала, что надо начать действовать. Ну, как-то с отцовской стороны. А то я трачу, блин, то на друзей, то на матушку, то на себя. Да, да, надо. Да я даже не знаю, как действовать начать. У меня сын-то первый, как я. Я даже не знаю, что делать. Ну, она шмотки там, фигодки. Ну, да, помогать хотя бы там материально. Она первоначально отказалась от этого. Она сказала, что мне ничего не надо от тебя. Не понял. Не, мне многие говорили, что можешь обратиться в службу, чтобы тебе это сделали так, чтобы ты это все делал. А я не хочу в службу обращаться, потому что это будет наблюдение постоянно. Ну, ты понял, о чем я, да? Да, я понял. Навыки еще такие. Есть один навык у него. Хуй ебничать. Ну, да, это у него нет. Да, я знаю, что он, да, сантехника, но у него разряд там какой-то офигенный есть. Ну, про армию не буду говорить. Его уже даже не возьмут даже на контракт. Что же он делал? Я не знаю. А так он у нас на районе только сантехнику работал, разрядил. Его все, его постоянно трубка у него разрывалась, его все звали, блин. А так я не знаю. Ну, и по контракту, ну, это и поэтому по армии. И все. Я понял. Это у него, надо сказать, что он умеет. Не знаю, электрику он умеет делать, не знаю. Если он электрику умеет делать хорошо, работа у него будет хорошая, блин, за неделю 40 тысяч. За неделю 40 тысяч, это очень хорошее. Не, если он умеет электрику делать, потому что мой отчим едет, ну, в Серпухов, ну, я с ними еду. Неделю 40 тысяч, это нормальные деньги, я думаю. Женя, такой вот немножко провокационный вопрос. А как ты видишь, вот, допустим, если отец поедет туда, как ты видишь работу отца и отчима вместе? Да никак. Ну, то есть нормально они будут сотрудничать? Или будут все-таки у них какие-то... Ничего не будут. Терки? Серега настолько спокойный? Нет, не будет терки. Если папа, конечно, инициативу не проявит, то, что он будет начнет гоно в свой. А, ну, ну, да. А тогда все будет хорошо, потому что мой отчим, Серега, он спокойный человек. То есть папа может дать слабину в плане не держать свои эмоции? Это да. Ясно. Ну, будем надеяться на лучшее. Давай закончим наше интервью, да. Завтра, дай бог, увидимся. Спасибо тебе за интервью. Я благодарен. Я думаю, очень зрителям будет интересно. И сам посмотришь, сколько завтра, как раз пятница. Завтра я выложу где-то часов 10-12 дня этот видос. И посмотрим результат. Очень похож. От себя желаю тебе добра. Как бы учись на отцовских ошибках, не повторяй. Лучше об этом не знать. Я тоже был, как бы, почти на дне. Ну, вот выбрался и хочу помочь своим товарищам, своим собутыльникам, так скажем, выбраться оттуда. Все, уважаемые зрители, смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Женька вообще красавчик. Все, удачи.